Почему в СССР Шишигу быстро вывозили из Афганистана? Рассматривая документальные фотографии, можно заметить, что ГАЗ-66 мало где присутствует или отсутствует вовсе. Другие грузовики активно применялись в Афганистане, а Шишига будто бы осталась в стороне. Хотя перед войной она прославилась как универсальный солдат. Машина имела хорошую проходимость, несмотря на свою прожорливость, была надежна и имела хорошую грузоподъемность. Почему так получилось, что Шишигу списали со счетов? В начале конфликта поставки ГАЗ-66 были наравне с другими грузовиками. Но после боевых действий выяснилось несколько минусов, которые свели на нет дальнейшее использование этих грузовиков в афганском конфликте. Дело в том, что бензиновый двигатель Шишиги стал большим обжорой. В условиях высокогорья и разреженного воздуха грузовики не могли самостоятельно пройти путь. Для этого привлекали КАМАЗы, чтобы они помогли. Это далеко не единственная причина, почему Шишига была списана. Она также имела малую массу – 3410 килограмм. И вместе с тем расположение кабины было над колесами. Так водитель и пассажир находились в зоне повышенной опасности в случае наезда на мину. Чего не скажешь про капотный Урал, в который весь удар приходился на капотную часть, который давал шанс выжить водителю и пассажирам. Это был ключевой момент, почему от Шишиги пришлось отказаться. Так ГАЗ-66 решили заменить. Им стал Садко. ГАЗ-3308 – доработанный автомобиль был оснащен капотом и дизельным двигателем. ГАЗ-66 продержался на конвейере до 1999 года. Даже несмотря на плохое применение в афганском конфликте, машина была на конвейере 35 лет. С того времени прошло уже 20 лет, и эти грузовики все еще встречаются в глубинке нашей Родины. Возможно, для каких-то населенных пунктов транспорт применяется как переправа на Большую Землю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова